150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съемок, тысячи метров от снятой пленки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озер, тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. От влажных предгорий Кавказа насквозь пронизанных просоленным воздухом и атмосферой прибрежного веселья мы начинаем путешествие вглубь грандиозной горной страны. Она протянулась на тысячу километров от Черного до Каспийского моря. Это территория главного европейского поднебесья, самой высокой и, пожалуй, самой неизученной и, по-хорошему, дикой части Старого Света. Мы постоим на вечных ледниках, коснемся руками облаков и попытаемся разгадать секреты знаменитых горских башен – молчаливых и мрачных хранителей этих мест. По сравнению, к примеру, с весьма обжитыми Альпами, российский Кавказ – это подлинный затерянный мир. Настоящий скальный океан с белыми венчиками огромных окаменелых волн. Только пятитысячников, которых совсем нет в Западной Европе, здесь около десятка. Грандиозные пики циклопических размеров Нагорья и бесконечные хребты выглядят настоящими гигантами на фоне уходженных альпийских холмов и лужаек. Каждый метр железной дороги давался здесь неимоверными усилиями, в противоборстве с каменными массивами и необузданной горной стихией. Стремительным горным рекам понадобились сотни тысяч лет, чтобы пробить эти кряжи из скальных пород, известняка и гранита. У проходчиков столько времени не было. Поэтому и маршруты здесь короткие, но предельно насыщенные невероятными железнодорожными видами. Впрочем, стартует наше путешествие там, где Большой Кавказ только начинает раскрываться во всем своем величии. Вот этот кусок российской земли для меня остался абсолютно неизведанным. Даже близко я никогда туда не попадал. Значит, мои представления об этих местах, они складываются, ну, наверное, как у любого русского советского человека, был или не был, складываются из Лермонтова и Ильфа и Петрова. Такие парадоксальные, казалось бы, полярные сочетания. По меркам щедрого на реликтовые природные чудеса Кавказа, Кав-Минводы выглядят как оазис цивилизации, вклинившийся в девственные кавказские миры. Санаторные парки и цветники буквально вырваны у гор и обихожены по лучшим канонам курортного быта. Целебные здешние источники обладают удивительными свойствами, в чем нам скоро пришлось убедиться на собственном опыте. Да и сам курорт прямо-таки образец роскоши и благолепия на фоне предельно прагматичной горской архитектуры. Имеется и еще один немаловажный момент, благодаря которому мы очень хотели попасть именно сюда. Нет, пожалуй, ни одного места в стране, где на небольшой территории сконцентрировано столько прекрасных железнодорожных вокзалов. Из точки зрения любопытного путешественника и даже знатока путевой старины, тут необыкновенным образом представлены эти важнейшие элементы железнодорожной вселенной. Самая, наверное, торжественная и архитектурно выверенная ее часть. История вокзала Кавказских Минеральных Вод драматична. Обе власти, и царская, и советская, считали его своей парадной лошадью. Еще в 1875 году здесь был построен первый роскошный вокзал. К нему даже был пристроен целый парк развлечений на манер парка культуры и отдыха. Потом он был до основания разрушен немцами во время Великой Отечественной войны и затем восстановлен во всем своем сталинском послевоенном величии. Теперь это здание напоминает гибрид театра советской армии и речного вокзала. И может быть только горный орел, терзающий змею, бронзовый символ Кавказских Минеральных Вод, придает ему некий местный колорит. Для нас это поворотный пункт. Здесь экспедиционный поезд покидает главный ход Северокавказской железной дороги. Короткие курортные ветки пронизывают местные долины и опоясывают невысокие здешние горы, название которых давно у всех на слуху. Бештау, Железная и, конечно же, легендарный Машук. За ними угадывается черная твердь Большого Кавказского хребта, вершины которого редко выглядывают из облачных шапок. Небольшие магистрали очень уютны и буквально утопают в зелени. Они проведены практически ко всем важным источникам. Наш поезд направляется в Железноводск. Удивительно романтический пустынный вокзал, сохранившийся в своем первозданном великолепии. И сразу впрыгиваешь в эту атмосферу, в которой хочется сначала побыть, прежде чем начнешь снимать или что-то рассказывать. Вообще, почему вокзалы обладают для нас такой притягательной силой? Конечно, потому что в них годами, десятилетиями накапливаются эмоции людей, которые проходят эти платформы, приезжая, уезжая, провожая, встречая. Эмоции радостные, горестные, разные. Это как в церкви. Железноводский вокзал был одним из последних станционных строений в Кавминводах, построенных в годы железнодорожного бума в конце 19 века. На фоне прочих исторических зданий города он кажется строгим и лаконичным. В эпоху Российской империи в Железноводске любили отдыхать вельможи стуземных окраин. Наверное, поэтому и традиционные дачи, и питьевые павильоны города полны архитектурных деталей в восточном, мавританском и среднеазиатском стиле. Недры горы Железная, к склону которой словно прилеплены здания водолечебниц, исторгают одни из самых знаменитых источников в стране – Смирновский и Славяновский. Нам удается лишь мимолетно осмотреть город, и вновь мы погружаемся в вагоны, чтобы успеть на закат в еще одно место паломничества любителей минеральных вод. Поездка на воды, как медицинская рекомендация, носила во времена классической литературы почти комический характер. Кажется, если врачу больше нечего было рекомендовать своему пациенту, он обязательно отправлял его на воды. И дело это очень скоро вошло в моду, как и поездки на воды на поезде. И беглого взгляда на табло прибывающих в Кисловодск поездов достаточно, чтобы понять, насколько это важный железнодорожный центр. Не всякая узловая станция может похвастаться такой поездной географией. Когда на вокзал прибывает сразу несколько поездов из европейской части России, или даже из Сибири, платформы заполняются нарядной толпой людей. Утомленные длительным путешествием любители вод изо всех сил спешат к источникам. Напиться знаменитого Нарзана можно буквально в трех шагах от станции. Снимая Россию за окна поезда, я никак не думал, что мне придется влиться в ряды знаменитого водяного общества, описанного впервые, кажется, Михаил Юрьевичем Лермонтовым. Это удивительный опыт, во всяком случае, для меня. Надо сказать, что во времена Лермонтова водяное общество, конечно, имело четкие сословные классовые границы. Теперь они размыты, но кое-что, кое-какие атовизмы тех времен, конечно, остались. Это прежде всего некая ритуальность потребления минеральной воды. Мало кто согласится пить ее из банального пластикового стаканчика. Арсенал любителей вод – самые разнообразные по формам фарфоровые и керамические паильники. От примитивных, похожих на чайные бокалы, до вычурных, предназначенных только для определенного вида воды. Очень большой выбор какой-то. А у вас нет в форме котика? В форме кошечки? Где? О, вот, вот. Вот этот вот зверек. Это суслик? Кто это? Котик? Водяные курорты – прибежище людей степенных и обстоятельных, для которых торопливость и излишняя веселость – очевидные признаки дурновкусия. Удивительны и обыкновения местных завсегдатаев. К примеру, носить широкополые старомодные шляпки и зонты от солнца. Под прохладными сводами павильонов даже дети дисциплинированно передвигаются от источника к источнику и пробуют солоноватую, с резким запахом, но необыкновенно освежающую минералку. Сами любители вод утверждают, что если хотя бы раз в год посещать источники, то многие привычные недуги останутся лишь в воспоминаниях. Для себя мы отметили, что пара стаканов кисловодского нарзана снимает усталость и любые последствия острой кавказской кухни. Много я по всему свету повидал мест расслабленных, но кавказские минеральные воды как-то особенно поражают своей безоблачной атмосферой. Вопрос, всегда ли так было, всегда ли тут было такое легкое фланирование. Если бы Александр Сергеевич Пушкин решил бы вдруг отвезти Наталью Николаевну Гончарова, свою жену, на воду, как бы это было? А поступали в то время таким образом. Брали 10 кибиток калмыцких, нанимали казачков подружейных, человек 30, и солдат еще брали, тоже десятка три. Ехали сюда, ставили бивак, окружали кибитки солдатами и казачками, и вот так в такой боевой обстановке принимали воды. Наши минеральные воды расположены на глобальном стыке цивилизаций. Бок о бок здесь отдыхают люди самых разных культур и конфессий. Но чувство всеобщей безмятежности моментально сглаживает все эти видимые глазом различия. Покои и нега, о которых восторженно писали знаменитые любители вод прошлого, и по сей день ощущаются здесь в полной мере. Считанных дней, определенных нами для изучения кавказских минеральных вод, кажется до обидного мало. Но высокий Кавказ, расположенный в зоне прямой видимости, уже распростер над нами свои вершины. Экспедиции предстоит первая вылазка к горам Большого Хребта, так заманчиво темнеющим на горизонте. Дорога сюда поездом так до сих пор и заканчивается в Кисловодске. На конечной станции, где поезд упирается в горы Большого Кавказа. И откуда горнолыжники отправляются сюда, на знаменитую Домбайскую поляну. В те времена, когда романтическое послевоенное поколение под песней Юрия Бисбора открывало для себя эти места, слово «культ» было, мягко говоря, не в чести. И вряд ли кому-то пришло бы в голову назвать Домбай культовым местом для советских горнолыжников. Однако времена идут, и вместе с ними меняются понятия. Домбайская долина, расположенная уже в Карачаево-Черкесии, естественным образом возникла на стыке трех монументальных кавказских ущельей – Алибека, Аманауза и Домбай-Ирёльгена. Со всех сторон ее, как драгоценную жемчужину, обрамляют черно-белые острые пики. Их высота либо приближается к четырем тысячам метров, либо даже немного их превосходит. На здешних склонах происходит действие, которое тихий кисловодский курортник назвал бы абсолютным безумством. В это время года горнолыжный сезон уже завершен. Но даже без лыж любители Домбая отличаются какой-то неуемной энергией. Вот так вот еще часа полтора, и фотография будет сделана. И ты будешь со сушкой, частью гор. Так, панорамку сейчас. Еще не встаем? Ну, кричите, когда будет стоять. Ногу так сильно не надо. Хорошо было. А теперь напомните, как было, я не помню. Ну, вот так вот примерно и было. Удивительно, что всего в нескольких километрах от Домбая, на другой стороне Тибердинского хребта, царят вечный покой и первородная, словно не знавшая топора, зелень лесов. Сюда не доносятся громкие крики горнолыжников и звуки клубных вечеринок. Здесь вообще редко бывают люди без особой надобности. Это такой типичный кавказский контраст, когда зоны активного отдыха соседствуют с абсолютно дикими местами. Сейчас проект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ООО «РЖД» путешествует по территории Тибердинского заповедника. Сомнение о Малайзии, да, помнишь? Дождь. Похожий. Тропический подъем воды. Очень похожий. Груливая вода. Все, она бухает. Набухает, моментально заливает. А вот, вот, вот. А мы сейчас на маршту остановимся. На маршту, думаете, будет лучше? Я не думаю. Чем ближе к границе таяния снегов, которая к пику лета становится все заметнее, тем больше различных рек и потоков провязают каменные кряжи и изумрудные луга. Их голоса сливаются, образуя бесконечный горный фон, изредка разбавленный клекотом орлов, шумом камнепадов и грохотом небольших лавин. Дальний конец дороги через Тиберду упирается прямо в границу с Грузией. В пограничной зоне вообще ощущаешь себя полностью оторванным от суетного, но очень уютного мира людей. Необузданная стихия рядом, на расстоянии вытянутой руки. Прямо над головой плавают густые облака, а дорога хранит на себе следы недавних камнепадов и сходов селя. Струи дождя, протянувшиеся между небом и землей, словно водяные канаты, могут в одну секунду смениться градом. От град попали! Мы такого не видели! Вот такой! Менее чем в ста километрах от Тиберды начинается территория главного европейского поднебесья, каменных монолитов Эльбруса, Казбека и других кавказских пятитысячников. Мы решили отправиться к ним через территорию Северной Осетии, знаменитые ледовые ущелья Алагира. Алагир стал последним пунктом, куда мы смогли отправиться на собственном поезде. Прямо за городом, через знаменитое Алагирское ущелье, начинается путь к фантастическим по красоте местам сказки Ицея. Российские первопроходцы писали, что путешествие по этой осетинской дороге стоит длительного странствования по целому ряду государств и местностей. Здесь в сжатом виде можно увидеть все, чем славен заповедный Кавказ. Языки и конусы ледников, заоблачные вершины, бурные потоки, горные серпантины и древние строения, которые со временем настолько вписались в окружающий пейзаж, что стали неотъемлемой его частью. Через Алагирское ущелье проходит часть Транскавказской магистрали, бывшей военно-осетинской дороги. Важной древней коммуникацией, связавшей Восточную Европу с Закавказьем и странами Передней Азии. Поэтому присутствие здесь бастионов и сторожевых постов представляется делом естественным. Однако мы и помыслить себе не могли, какими выразительными и отвечающими самому духу этой земли окажутся знаменитые горские крепости-башни. Древние Аланы, предки современных осетин, говорили, что настоящие строители башен – их враги. И чем могущественнее враг, тем крупнее должно быть это основательное оборонительное сооружение. Башни становились солидным семейным предприятием, в которое род вкладывал достаточно большие средства. Только затесанные каменные плиты, шедшие на стены, приходилось отдавать несколько крупных овечьих отар. Что действительно поражает в этих древних сооружениях, известных еще с античных времен, это точность и выверенность огромной конструкции, высотой с современной семиэтажной дома. По преданию, строили их не больше года, иначе род мог навлечь на себя различные сверхъестественные неприятности. Благодаря хитроумному внутреннему устройству башенные комплексы удачно противостояли любым мелким набегам. Они даже сдерживали на некоторое время настоящее нашествие, вроде похода на Кавказ татаро-монгол и завоеваний Тамерлана. Мы попали сюда в редкий ненастный день, и разыгравшаяся непогода создавала особый фон и ущельям, и окрестным очень высоким горам. Восхождение к этим снегам – дело не одного дня даже для подготовленных альпинистов. Единственная альтернатива – канатные дороги. Этот подъемник вознес нас к подошве одного из самых знаменитых на Кавказе ледников – Сказского. Максим, а название ледника, вот этой сказки, это русское название? Нет, сказки «Ледник» несет свое название от осетинского слова «шкаш», что означает «игривый ледник». Когда-то языки двух ледников – цейского и сказского – сливались в одну, в районе светилища реком. Там внизу. Внизу, да. И когда в селении старики сидели, грелись на солнышке, и когда они наблюдали такие явления, как камни, вот поверхностные, марьена с ледников вниз летит с грохотом, или же лед отрывается вниз, тоже летит с грохотом. И когда они наблюдали такое явление, они говорили так, по-сетински, то есть это «игривый ледник» в переводе. Здесь уже настоящий высокий Кавказ. Цейское ущелье окружает целая череда четырехтысячников. Словно гигантские ступени, они ведут к главным кавказским вершинам, расположенным большей частью в соседней Кабардино-Балкарии. Путешествие к ним в горах заняло бы недели, если не месяцы. Условия экспедиции такой возможности не давали. И как часто это уже бывало в наших путешествиях, мы пересели на вертолет. Благодаря винтокрылой машине мы смогли увидеть склоны, ледники и вершины великого двухглавого Эльбруса. Рассвет над Казбеком, Безенгийскую стену и множество других кавказских чудес, рассказ о которых занял бы долгие-долгие часы. Трудно вообразить более сложную натуру для съемки, чем горы. Это гигантские объекты. Множество ломанных линий, хитрых полутеней, без которых передать объем и подлинную атмосферу этих мест просто невозможно. Съемки Кавказа оказались задачей со многими неизвестными, решать которые участникам проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» приходилось прямо на ходу. По условиям экспедиции мы просто не можем нигде задерживаться больше суток. И очень хочется надеяться, что блиц-портрет Большого Кавказа у нас получился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова